в общем не хотел снимать это видео точнее не думал что буду снимать это видео я недавно купил как будто бы не рабочий самокат прошку xiaomi человек сказал что просто перестал ехать что-то пикал ну я в общем забрал его задешево он сказал отдавал его в сервис тут в риге давал в сервис на вальдемара мне это уже не понравилось думаю ну ладно думаю в сервис отдавал уж там посмотрели и сильно не разобрались да и как бы вернули человеку я его приехал разобрал этот самокат и разобрал этот ес еспель есть как он правильно называется материнскую плату и сразу что я заметил сразу что я заметил это то что сейчас это микросхема на месте ну микросхема ю3 она была паяна видно что туда добавили флюс видно что ее выпаяли аккуратненько хорошо что аккуратненько и эту плату обратно запечатали самокат естественно без этой платы без этой микросхемки она работать не будет и получается что да в сервисе раскрутили ошибка вы проблема была не в плате проблема была в моторе там датчик холла сгорел надо было просто поменять датчик холла или мотор но по факту в сервисе наверное решили мне так кажется немножко нахитрить до абу объегорить как некоторые говорят и по факту ребята я думаю выпаяли это ю3 мы микросхему может она им понадобилась для чего-то и они ее выпаяли но по факту материнская плата рабочая и вопрос как вообще эти сервисы вот просто мне не хотел делать это видео на самом деле но человек пришел отдал самокат а наверное как-то хитро решили выпаять эту микросхему и начинать может после этого втирать потом владельцу что вот надо поменять плату надо поменять да ему сказали надо поменять плату и надо поменять мотор он отказался потому что они наверно зарядили может 200 может 250 евро за это все и он продал самокат за 100 там 60 или за 170 евро и как бы и все в общем он на этом свою как бы свою проблему решил но сервисе по факту решили чуть-чуть на лоха сыграть сказали надо поменять плату она стоит оригинальная 60 евро на я люблю замена то все может там до 100 евро за плату 100 евро за мотор куда наверное так может рассказывали а точно не спрашивал какие цены ему раз говорили но сказали надо плату надо мотор и по факту выпаяли микросхему на случай если человек сам решит что-то ремонтировать чтобы его точно не получилось ничего ремонтировать и вот отправили как бы его в путь сказали ну давай иди и вот третий раз говорю не хотел снимать это видео я не знаю какой сервис точно знаю что в риге точно знаю что на улице большой улице в риге я купил этим и 3 чипы которые я не помню что они точно делать то ли понижающие то ли с 12 вольт 5 делает то ли наоборот и но не стоили там евро 10 штук я думаю попробую попробую припаять у меня как бы проблем с этим нету что припаял и подключил и он включился еще конечно надо проверить что он едет но все мотор крутится приложение подключается он видит прошивку видит плату все идеально все работает короче сервисы вы да есть хорошие ребята я на всех не гоню общение на всех не гоню есть крутые ребята в интернете смотрю этого не помню как его зовут ноутбук 31 канал он ремонтирует ноуты технику ну крутой пацан крайне мере по видео все делает четко по крайней мере по видео но другие блины вообще разводного х такой конкретный прям что просто жесть то есть получается что те отдали ты пришел в сервис горишь поломался самокат они тебе его через день звонят говорят надо поменять то 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 ты такой прикинул тебе типа дорого или решил продать его или муж сам поремонтируя рештания заберу тебе отдают его естественно собранным что тебе надо проверять каждую детальку что с нее ничего не выковыряли по факту потому что сто процентов ее сняли выпаяли эту микросхему и запихнули обратно ну в общем да возможно мои все слова сейчас неправда и продавец который продавал мне сам выпаял эту микросхему но честно честно вам сказать этот продавец он вообще такой далекий от электроники то есть у него что-то спрашиваю элементарное там какое напряжение в батарее он там даже не шарит что такое напряжение как бы видно вот что человек просто не электрончик у него даже паяльника нету чтобы понять эту микросхему тем более зачем ему одна микросхема и продавать мне потом если он так уж шарит в электронике так он бы поремонтировал бы ее и продал бы как рабочую в общем стопудово надо быть аккуратным в общем вывод аккуратным внимательным и еще раз подтверждает свою силу поговорка хочешь сделать хорошо сделай это сам не недавно даже масло машине меняли что-то мне там намутили последний раз нет да я попросил поменять фильтра в газовом редукторе и просто забыли фильтр и поставить прокладку ну и газ там сочился как бы одну на чем не газом воняет просто ребята фильтр поменяли прокладку резиновую где-то оставили забыли ну да в общем все хороших вам покатушек счастлива и удачи пока